Три великих кайдана Японии. Перевод паблика Некома Нагатари. История первая. Окику. Давным-давно жила женщина по имени Окику, которая трудилась служанкой в замке Химадзи и присматривала за посудой. Окику была очень красива и вскоре попалась на глаза одному из вассалов своего господина, самураю, которого звали Ао-Яма. Он много раз пытался соблазнить Окику, но каждый раз она отвергала его приставания. Наконец, Ао-Яма потерял терпение и решил обмануть Окику, чтобы сделать ее своей любовницей. В замке был набор из десяти очень дорогих тарелок. Ао-Яма спрятал одну, а потом позвал Окику. Он сказал ей, что одна из прекрасных тарелок его господина пропала и потребовал узнать, где она. Окику испугалась. Пропажа одной из ценнейших тарелок господина была преступлением, которое каралось смертью. Она пересчитала тарелки. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И продолжала пересчитывать их снова и снова, каждый раз обнаруживая, что одной не хватает. Окику была в смятении. Ао-Яма сказал Окику, что закроет глаза на ошибку и скажет хозяину, будто в пропаже тарелки нет ее вины. Но только если она станет его возлюбленной. Хотя Окику хотелось жить, она снова отказала О'Яме. На этот раз самурай разъярился. Он приказал своим слугам побить Окику деревянным мечом. Потом связал ее и повесил над колодцем. Он мучил Окику несколько раз опуская в колодец, только для того, чтобы вытащить назад и на этот раз избить самому. Последний раз О'Яма потребовал, чтобы Окику стала его любовницей. Она отказалась. Тогда О'Яма яростно ударил ее мечом и сбросил тело в колодец. Вскоре после этого появился призрак Окику, блуждавший по замку. Ночь за ночью она поднималась из колодца и входила в хозяйский дом, ища пропажу, и пересчитывала тарелки. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Насчитав девять тарелок, она испускала леденящий кровь вопль, разносящийся по всему замку. Так она мучила О'Яму каждую ночь, отнимая у него покой. Те, кто слышали обрывки счета Окику, сильно заболевали. Те, кому не повезло услышать ее счет до девяти, вскоре умирали. В конце концов, господин замка решил, что нужно что-то делать с призраком Окику. Он позвал монаха, попросив помолиться за нее и проявить свою духовную силу. Всю ночь монах выжидал в саду, читая сутры. Снова призрак Окику поднялся из колодца. Она начала считать тарелки. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Едва Окику посчитала девятую тарелку и собралась завопить. Монах крикнул «Десять!». Призрак выглядел умиротворенным, узнав, что кто-то нашел пропавшую тарелку. С тех пор Окику больше никогда не появлялась в замке. История вторая. О, Ива. О, Ива была замужем за самураем по имени Еимон. Брак оказался несчастливым, потому что Еимон был вором и кутилой. Однажды О, Ива решила уйти от мужа и вернуться в дом своей семьи. Еимон последовал за ней, но его остановил отец Уивы, Йоцуя Самон. Самон знал о проступках Еимона, который украл деньги у его нанимателя и потребовал, чтобы тот развелся с Уивой. Еимон выхватил меч и убил Самона. Затем вернулся к Уиве и солгал, что какой-то незнакомец убил на дороге ее отца. Он умолял ее помириться и обещал отомстить за смерть Самона. Некоторое время спустя Уивы забеременела и родила сына. Времена настали тяжелые. У них было мало денег. После родов Уивы заболела, и Еимон стал злиться на нее. Рядом с их домом жил богатый врач по имени Ита Кихей. У него была красивая внучка по имени Оуме. Оуме мгновенно пленилась Еимоном и захотела выйти за него замуж. Доктор любил свою внучку и тайно замыслил помочь ей. Он прописал у Иве мазь, чтобы та могла оправиться от болезни. Но на самом деле это был яд, который ужасно изуродовал ей лицо. При виде покрытого рубцами лица у Ивы, раздражение Еимона превратилось в ненависть. После этого Кихей предложил Еимону развестись и жениться на его внучке. Если Еимон согласится, то все богатство семьи Ита могло бы достаться ему в наследство. Еимону было так противное лицо Оивы, а Оуме была так молода и привлекательна, что он согласился. Чтобы достать нужное количество денег для женитьбы на Оуме, Еимон начал закладывать имущество у Ивы, ее кимоно, ее белье, даже одежду их сына. Поскольку ему требовалась законная причина для развода с женой, Еимон упросил своего друга Такуэцу изнасиловать его, чтобы он мог обвинить ее в супружеской неверности. В назначенную ночь, когда Еимон вышел из дома, Такуэцу проник внутрь и подобрался к Оиве. Увидев ее лицо, он так испугался, что отказался от своих намерений. Такуэцу объяснил планы Еимона о Оиве, а затем показал ей зеркало. Уива не знала, что мать сделала с ее лицом. Когда она увидела свое отражение, то была в ужасе. Она попыталась прикрыть свое уродство, расчесывая волосы, но когда дотронулась до них, они выпали большими окровавленными клочьями. Уива обезумела. Она схватила лежащий рядом меч и вонзила себе в горло. Лежа на полу, истекая кровью, она несколько раз прокляла имя Еимона, пока не испустила последний вздох. Тело Уивы обнаружил слуга Еимона, Кахэй. Когда он принес эту новость Еимону, тот не только не огорчился, но был в полном восторге. Кахэй начал подозревать Еимона, но прежде чем он успел что-либо сделать, Еимон убил его. Он прибил тела Кахэя и Уивы к двери и выбросил их в реку, а затем выдумал, что Кахэй и Уива спали вместе. Он был наконец-то свободен и мог жениться на Ууме. Проклятие Уивы не заставило себя долго ждать. В первую брачную ночь с Ууме Еимон плохо спал. Он повернулся в постели и прямо возле своего лица увидел ужасное обезображенное лицо Уивы. Он схватил свой меч и ударил им призрака. В тот же миг иллюзия исчезла. Еимон увидел, что зарезал не у Иву, а у Ууме. Его невеста лежала мертвой на полу. В ужасе Еимон бросился в соседний дом искать помощи у своего нового тестя. Однако, добравшись до особняка Ита, он столкнулся с призраком убитого Кахэя. Еимон снова ударил мечом. Но как только он это сделал, иллюзия развеялась, и он увидел мертвое тело Ита Кахэя. После этого Еимон скрылся в ночи. Но он Рео Уивы не отставал от него. Куда бы Еимон ни шел, там ждал его призрак Уивы. Ее изувеченное лицо преследовало его во снах. Ее ужасный голос взывал к нему, требуя мести. Она показывалась даже в бумажных фонарях, освещавших ему дорогу. В конце концов, Еимон бежал в горы, где спрятался в уединенной хижине, но Ива последовала за ним. Гонимы призраком, больше не способны отличать кошмар от реальности, и Еимон погрузился в безумие. История третья. Оцую. Давным-давно жил человек по имени Агевара Синадзё, который нежданно овдовел. В первую ночь праздника Убон Агевара увидел красивую женщину со служанкой. Они шли по улице и несли фонарик, украшенный пионом. Агевара мгновенно влюбился в красавицу и пригласил ее в свой дом. Женщину звали Оцую. В ту ночь они занимались любовью. После захода луны Оцую еще долго оставалась с Агеварой. И только когда рано утром свет фонаря побледнел, она неохотно попрощалась и ушла. К большой радости Агевары, на следующую ночь Оцую и ее служанка вернулись с тем же пионовым фонарем. Агевара всей душой полюбил Оцую. Очень скоро он потерял всякий интерес к чему-либо еще, кроме нее. Агевара больше не выходил из дома и перестал следить за собой. Ночь за ночью Оцую посещала его дом. Каждую ночь они занимались любовью, и каждую ночь она уходила еще до рассвета. Прошло 20 дней. Соседи Агевары начали беспокоиться за него. Рядом с Агеварой жил мудрый старик. Однажды ночью он услышал из соседнего дома смех и пение. В стене дома Агевары было отверстие, и старик заглянул туда. И увидел, что вместо красивой женщины Агевару обвивают костлявые руки скелета. Когда Агевара говорил, скелет кивал и шевелил руками и ногами. Когда у скелета открылась челюсть, донесся призрачный женский голос. Старик страшно перепугался. Едва наступил день, старик позвал Агевару к себе. Он предупредил его, что на самом деле Оцую – призрак, и велел немедленно идти в храм. Агевара прислушался к совету старика. В храме Агевара обнаружил могилу Оцую, на которой висел старый потрепанный фонарь с пионом. Настоятель храма предупредил Агевару, что тот должен противиться Оцую, и вручил ему магический амулет, который нужно было поместить в доме, чтобы защититься от призрака. Агевара поторопился домой и повесил амулет на дверь. Чары прекрасно сработали, и Оцую больше не навещала Агевару. Хотя Агеваре больше ничего не угрожало, он впал в уныние. Он очень скучал по Оцую. Однажды ночью, через несколько дней, после ее последнего визита, Агевара напился. Потеряв осторожность, он забрел в храм, где была могила Оцую. У храмовых ворот она подошла к нему и повела к себе домой, к своему гробу. Позже, когда оказалось, что Агевара пропал без вести, настоятель храма разрыл могилу Оцую. Внутри, в объятиях скелета, лежал труп Агевары.